Нравится уже. Какая мадам? Нет, я люблю солнце. Моя туалет, моя литрина. Поймали, а потом убери с вас на телефон. Поговори с вами, убери телефон. Поговори с вами, убери телефон. Вы нам сделаете бесплатный улетел. А вот это вы неправильно сделали. Можете не направлять мне автомат? 152.1 гражданский кодекс. Знаете статью? Ознакомьтесь на досуде. Полезная информация. Сотрудник полиции. Как вы считаете, правильным мы делом занимаемся? Я думаю, да. Мы сейчас с вами в отдел поедем. В отдел? Не понял, а за шо? В отдел. Девушка, как так получается, что продаете просроченное детское питание? До ноября месяца. Ну вот я заметил, а если мамочка придет и не заметит? Причем, продавайте, когда может год было отменять. Мы отменяем, давай. Это вас наказать надо, чтобы в следующий раз такого не было. Мы сейчас вызвали сотрудников полиции. Просто я не понимаю, как до ноября месяца просроченное детское питание на полках стоит. Это до сентября месяца вообще. Вы определяете вообще сроки годности? Незаметно. Ладно, пойдем. Пройдемся по магазинчику еще. Всем привет, друзья. И мы вновь посетили магазин Билла. В тот раз нам очень понравилось отношение к директорам магазина. А это кто там был? Отношение к покупателям. Как нам по гарантии все заменили. Что за привидение? Мы решили проверить. Во всех ли магазинах такая же ситуация. Вот мы набрали уже просрочки у них. Вы видите, больше тележки, просрочки. Особенно меня просто повергает шок просроченное детское питание до ноября месяца. Естественно, такого быть не должно в магазине. Я не знаю, есть ли вообще в магазине человек, который следит за сроками годности. Но судя по тому, что мы видим здесь, вряд ли. Смотрите. До 26.11.19. Время 16.10.25.04.20. Хлопья. От 21.03.19 срок годности 6 месяцев. То есть в сентябре они просрочены. Мы подошли к мясному отделу. И насколько я вижу, ситуация здесь примерно такая же, как в предыдущей Билле. Я уже вижу товар без маркировки, как мне кажется. На всем этом товаре нет маркировки. Это уже нарушение технического регламента. То есть я не могу узнать, когда он изготовлен, когда он нарезан. Может вы нам подскажете? А когда она вскрыта? Что 12 часов с момента вскрытия упаковки еще не прошли. Вот, как я могу узнать, когда она вскрыта? Каждый раз надо новую печать ставить. Как сделали в Билле, в другой. Или просто у вас стикер, когда упакована колбаса. И все. Но это нарушение. Такой колбаски на прилавках быть не должно. То же самое. Непонятно, когда вскрыта колбаска. Я так чувствую, что мы сейчас полуприлавка здесь заберем. Зачем? Мы ее купим. Ну, вдруг ты ее вот чуть-чуть отвлекал? Да, конечно. Здравствуйте. У вас в витрину. Если у вас какой-то вопрос возникает, обращаясь к продавцам, он вам поднимает, взвешивает. Если еще какой-то вопрос интересует, вызывайте руководство и с ним решайте этот вопрос. Как я должен понять, что нельзя открывать витрину? Обухновенно вы видите, что она закрыта? Где надпись? И что, что она закрыта? Да, вам еще и надпись? Конечно. Вы холодильник с мороженым открываете? Ничего себе. Понимаете? Конечно, разница. Наташа. Наташа. Мы обычные покупатели. Нам не нужны какие-то полномочия. Девушка, вы ошибаетесь. На съемку имеет право только корреспондент. Реально? Да, но она так сказала. Девушка, тогда можно вас попросить, чтобы мы не открывались сами? Можно колбаску вот эту попросить? Солчичен, ремит. Вы все будете собирать? Себе покупать хотим. Вы взяли, вы открыли витрину. Вам продавец ничего не изрезал. Вы покупаете, как вы встанете в мотровке? Скажите, пожалуйста. Она не взвешенная. Вы решили, что вы имеете право открыть витрину? Конечно имеем, если мы не знаем, как мы должны понять, что нельзя ее открывать. Витрина стоит, вот, а тут же. Вот там витрину можно открыть? И тут также можно открыть. Нет, нет. Все ушли. Поругались, поругались. Девушка, если вы травите людей, вы помолчали бы. Просрочно, вот, посмотрите, сколько товара. И вы еще что-то вякаете. Девушка. Вы поймете на мотикон. Вы за просрочкой не разговариваете. Я вам не дякую. Я вам объясняю. Ну, не надо открывать. Вы будете за просрочкой так следили, как объясняете сейчас мне и защищаете витрину. Не надо. За просрочкой следите. Чтобы детского питания до ноября месяца не было. Так. Вот эту колбаску можете взвесить? А вот тут вот вы мне отдайте, я ее взвешиваю, покупать ее как будете. Вам и никто не пробьет, потому что там должен быть стикер с... Ну вот мы сейчас директора позовем, если он вам это скажет, мы повернемся к вам и пробьем. Он вам это скажет, директор был только что здесь с вами стоял. Кто из них? Их много тут. Ну вот я вам говорю, замесли директора, она вам пошлет обратно. Хорошо, пошлет, мы вернемся. Это же наши проблемы, согласитесь. Мы же не убегаем никуда. Мы просто просим здесь колбаску вот эту. Смысл, вы будете туда-сюда ходить. Ну вот хочется мне прогуляться по биле. Она что, с ним заигрывает? Фитнесом заняться. Девушка, вы что, трогаете телефон? Вы нападаете, вы хотите выбить чужое имущество? Я тебя люблю, солнце, мой отвалет, мои витрины. Я тебя не люблю, это страшное. Красавец. Эй, ну так не надо, Гребен. Не-не-не, не надо. Не надо. Так не нужно, девушка. Не трогай телефон, не подходи. Нормально, девушка. Ты что-то ведешь так? А ты что ведешь? Ты мне не тыкать, что ты такой? Не приветствую, чтобы тебе не тыкать. Я тебя уважать должен, чтобы тебе не тыкать. Сколько лет он у вас вилет? 25, если максимум есть, а ты такой говно. Тебе по виду 40 лет, а вы греешь не пойми как. Не открывайте витрину, мы сейчас позовем охрану. Зовите охрану, вызывайте. Вы уже просто нахуй, нахуй проедаете, понимаете? Открывайте витрину, пожалуйста, молодой человек. Вы что делитесь, вы что? Смотрите, бьет меня по рукам, смотрите, нападает. Как вас зовут девушка? Лунёва. Как зовут девушка? Мужика ей надо. Лунёва Ирина, вызывайте полицию, у нас нападают ваши неадекватные. Кто на по должности? Мы сейчас выбиваем полицию, а у него раздирает. Она ко мне со спиной подошла, после чего не ударила. Вот так вот, друзья, ведут в магазине билы себя работники. Вы видите, какое хамство происходит здесь. Давайте, нам тоже какие-то отзывы нужны. Вы нам сделаете бесплатную рекламу. Мы вам очень благодарны. Если вы считаете это рекламой, грустно за вас. Обязательный отзыв, в любом случае, реклама. Друзья. Правильно, Квара? Уйдет. Кто же? Люд, любой отзыв, в любом случае, реклама, понял. Самая помяску, только когда изготовлена. Наташа, у них там есть. Срока годности нет. Наташа, у них там есть. Даты изготовления нет. Нарушения. Не трогайте, это наша тележка. Что вы к нам лезете в тележку? А вот это вы неправильно сделали. Сейчас мы вызываем сотрудников полиции, они все решат. Я не думаю, что это инструмент. Почему? Потому что это инструмент. Как мы должны понять, что нельзя его открывать? Это инструмент, его нельзя, он закрыт. Вот эти витры также закрыты, мы можем их открыть? Это вот именно, что их можно открыть? А эти тоже можно открыть? А это нельзя. Нелогично. Это холодильники, они открыты, стоит, сразу. А что вы делаете свой хайп, я не пойму? Алло, здравствуйте, девушка. Нам нужен сотрудник полиции в магазине Билла на Красноармейской, 16. Посмотрим, он здесь прессе бы вылечил. Продали просроченный товар, нападает, у нас работник тут бьет по рукам, телефон пытался выбить из рук. Смотрите, друзья, смотрите, мы пришли, эту просрочку ставим. Ничего не понял, доебалась к прыщу. И что? Возьмет и вылечит. Как будто ни у кого прыща, да, не выскакивало? Да. Вот у меня был на лбу прыщ, я выдавил его вся. И все. На шлахчу доебаться. Ну, действительно, без нас же нельзя поискать просрочку. Надо детей травить, людей травить. А как только мы пришли, сразу он срок годности просматривает. Мы вызвали полицию. Сейчас напишем заявление на данную, даже не знаю, как назвать ее, особь женского пола. Напишем заявление на магазин. Вы прессами с вами, я не знаю, чем-нибудь, вы не знаете, ничего не знаете. Вы тут делаете? Вы, я смотрю, очень много знаете. Специально все делаете, да? Вы, я смотрю, очень много знаете. Идите. Идите в косметический. Вы будете решать, куда мне идти? Почему она доебалась до его прыщей? Идите в косметический. Может быть, он просрочку вашу сожрал, и у него пришлось... Объелся в тухляка, понимаете? И все, и понесло его. Девушка, девушка, разденьтесь. Вот ваши требования такие же бредовые, как мое сейчас. Вот смотрите, как неприятно, когда вот людей в собственное говно тыкают носом. Колбаски охотничьи. То же самое. Есть, когда упаковано годен до вообще нет. Вопрос, когда они изготовлены? Не упакованы, а изготовлены, когда они. Мысли, мы не будем развиваться. Упаковочки вот можно взять и прочитать. Там мы ставим, когда изготовлены. Вот на этой синенькой печати вы сначала узнаете все. Тут непонятно. Вы понимаете, что маркировка должна быть читаемой, а не такой. Сначала узнаете все порядки, а потом... Тут да, там не непонятно, к сожалению. А как мы дополнительно будем печатать пустую? Вот смотрите, перекрестки были хоть раз, на сыры смотрели. Там есть отдельно изготовлено и упакованное. В Зельгройсе были, то же самое. Вот тоже к вам вопрос, а у вас есть какой документ, кто вы, что вы? Естественно, естественно. Ну вы кто, чтобы вам показывать? Я покажу сотруднику полиции. Хорошо, начальнику нашему показали. А она кто такая, чтобы ей что-то показывать? Я вообще продавец. Я вот здесь работаю, я имею право вас тоже предъявить. Я имею право вас тоже предъявить. Кому? Я не так работаю. Я просто спрашиваю, нормально считаете? Вот для ноября просроченный детский сок. Ну это жестко. Из моей группы показываю. До 26, 11, 19. Сейчас только что с вашей полки сняли. Ну, Юрий, я не с того отделаю. Вот. Ну я считаю, это ненормально. Почему мы к вам приехали? Потому что такое происходит. Причем тут телевидение? Вы травите людей, вы считаете, вы правы? В смысле? Как у нас есть документы? Когда аргументов нет, я не права, но я считаю. Мало ли что ты считаешь. Вот вы считаете, здесь понятие какая дата? Не видно. Я считаю, нет. Ну вот это то же самое, что такое? Нарушение. Ну, радуюсь, что хотя бы они ставили ставить печать. Да, криво, просто. Ребята, у нас есть документы. Вы что думаете, мы такие тупые, покажем свой документ в чат? Или вы хотите сказать, может вам еще карту мою показать? CV-код там развернуть? Что вы кредитов понабирали? Не понял. Какая-то информация о сырах есть. Это уже радует. Так, пончики. То же самое. Здесь вообще даже печати нет. То есть, когда они изготовлены, непонятно. Здравствуйте. Кто вас присутствует? То есть, не поможет. Мы приехали. Мы. Мы. Что случилось? Объясним, пожалуйста. Купили просроченное детское питание. Просроченные товары. Хотелось бы, чтобы участковый, либо следствия оперативного группы делал обзор товара. Ты что, автомат опусти? Завеление. Да. Ты куда его поднял? К нам участковый подъедет? Да, да. Все. Хорошо. А вы ППС, да? Мы в Росгвардии. А, в Росгвардии. Опусти на пол шестого автомат. Просто привык, что такие приезжают в такой форме обычно. Росгвардейцы. Не додали форме. Ну, маски хоть выдали. Это радует. И то полиция выдал. Сотрудник, можете представиться? Ну, а себя. Можете не направлять на меня автомат, пожалуйста? Под углом 45 градусов вниз. Смотри, короче, здесь блогеры снимаем, а не попрошься товар. Молодой человек, лес витрине. Лес витрине. Все, своровал, понял. Продукция упакована, холодильник открывается, так же, как и те холодильники. Надписи никакой нет, что его нельзя открывать. Вся колбаска у вас упакована лежит, которую мы взяли. Мы там брали колбаску, рисовой отдел. Девушка, еще раз. Как я могу понять, что его нельзя открывать? Вот это открывается, вот та открывается. Не там, не там, нет вывески, что нельзя открывать. Молодой человек, а не видно, что его нельзя открывать? Я должен экстрасенсорными способностями обладать? Понять, что его нельзя открывать? Первый раз такое неадекватное отношение. Всякое бывает, но что так. Следственная оперативная группа подъедет, они сразу возьмут соц. Объяснение, заявляют. Понятно. Друзья, вот смотрите, сколько просрочки мы собрали. Ребята, у АК 47, 7,62, а АКСУ это опять 45. Капитание до ноября, хлопья до сентября. Ну и просроченные печеньки, трубочки детские. А вот это просто все, что мы нашли за время рейда в Биллу. Вы считаете это нормально, руководство Биллы? Нас там не выкладываете, мы разрешения не даем лишнее. А, понятно. Можете, согласен, разрешение в сети интернета не даем. Там, наверное, можно замазывать, не замазывать. Вы полицейские? Мы сотрудники Росгвардии. Ну, сотрудники Росгвардии. Вы при исполнении сейчас, я к тому, что. 152.1 гражданский кодекс, знаете статью? Ну, выяснили просто, что мы не даем согласия. Не, я просто спрашиваю, знаете такую статью? Там написано, когда можно выкладывать, когда нельзя выкладывать гражданина без его согласия. И там прям целый перечень есть, когда можно, когда нельзя. Ознакомьтесь на досуге. Полезная информация. Что мы обнаружили? Я уж думал, у них везде стоит печать, все красиво на мясе. А это мясо пуанси? Ну, нет, смотрите, никакой печати, когда оно изготовлено, нет. И есть только дата упаковки. И так на все упакованном мясе. То есть, по факту, возможно, это мясо уже тухлое. Но узнать об этом я не могу, поскольку здесь только когда упаковано. И да, действительно, по дате упаковки оно свежее. Но вот от даты изготовления, я не уверен, что оно свежее. И доказать мне то, что оно свежее, они уже никак не смогут. Косяк, Билла. Девушка, я вот сейчас здесь стоял, общался с девушкой, у меня слюни летели изо рта. И вот сюда попали. Не страшно такое покупать с моими слюнями? Тем более платить за это. Просто так открыто лежит, сейчас пандемия, коронавирус, инфекция. Я вот стою, разговариваю, у меня слюни изо рта летят. И вот... А почему без маски? Ну, потому что я не должен в маске ходить. Почему? Ну, потому что нет такого закона, чтобы я в маске ходил. Не, ну просто вот это считается нормальное хранение в такой период. Это так Билла заботится о покупателях. Вопросы, понимаете? Ну вот я лично только... Ну вот руководство убежало ваше. Я не к вам вопросы задаю. Вы не можете здесь трогать? Вопросы, пожалуйста, ходите, снимайте. Вот так мы заботимся о других людях. Мы не трогаем их. Конечно. Вы не трогаете, ходите. Тогда, наверное, еще, может, не ввели законы, что маску делали. Мне ваше мнение очень важно. Это же самое старое видео. Вот, смотрите, как хранятся булочки. Ребята, видос старый. То есть я... И вот это все сюда летит. Вы считаете, это нормально? Я все понимаю. Но почему, тем более, в такой сложный период не упаковать каждую булочку отдельно в упаковку? Это видос старый. И еще, наверное, тогда маски не ввели по законам. Как они вот делают с пончиками, например? Почему это хранится вот так? Что любой человек может полапать их, потрогать и потом обратно кинуть? Вот так сейчас я девушке спас ее кишечник. А возможно, и жизнь. Смотрите, сколько снега на этой рыбке. В принципе, нарушение кровиохранения. Снега до хрена. То есть, скорее всего, ее когда-то разморозили, потом ее снова заморозили. И вот получилась такая ситуация. Тут тоже самое. Снежок. Ух, бля, сухая рыбка. И тут. Видно? Смотрите, друзья. Невооруженным взглядом видно. Горбуша здорового человека. Горбуша магазина торговли с тухляком. Ну, сразу же видно, ну, да. Смотрите, цвет. Какую вы все купили? Вот эта? Видно, что свежая, хорошая горбуша. Или вот эта? Откровенный бледный тухляк, который еще и раз вакуум. То есть, вот, нормальная упаковка вакуумная. А вот эта раз вакуум. Такую рыбу уже продавать явно нельзя. Сотрудник полиции. Как вы считаете, правильно мы делом занимаемся? Я думаю, давай. Подошли к отделу со сладостями. Пока ждем следственную оперативную группу. Да какое второе, ребят? Вы что? Ммм, ММДэмс. Хочу уже его пойти. Мы не ели ММДэмс, сэр, на сколько уже? Год, наверное. Какой год? Может, даже два. Там, наверное, года три или четыре. Кстати, а ММДэмс раньше вкуснее был, чем сейчас? Нужно проверить. Потому что мы реально года три, наверное, не ели. Я просто не знаю, какой он сейчас. Купить. Но тут смотрю на срок годности. И, сука, до 25-го, 0-3-го, 20-го. Бля, бля, дуфляк! Почти на месяц он просрочен. В смысле почти? На месяц он просрочен. Сегодня уже 25-ое, 0-4-ое. Две пачечки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ахал, понимаете? Конечно. Ведем видеофиксацию, чтобы неправомерных действий не было. А какие правомерные действия? Мы вызывали. Вызывали сотрудник Белы. Сотрудник помогает? Вообще мы на 102 вызов делали. В том числе Росгвардия вызывала. Я передал сообщение от администратора магазина. Ну ладно, тогда у нас тоже будет заявление в любом случае. Какое заявление? Что ты понимал? В этом нарушении всех прав, понимаете, и нас снимают. Желать вы можете дома, с женой. Здесь требования. Вы сейчас пройдете с нами в отдел? Очень сультанно, что это вторая часть. Статья, на которую вы ссылаетесь. Смотрите, в интернете в чем проблема. Я признаю, что я... Смотрите, вы... Смотрите, вы... Успокойся. Ой, красиво. Ну ладно, тогда у нас тоже будет заявление в любом случае. Ну, сейчас с вами в отдел поедете. А что у вас? А зачем в отдел? Мы здесь хотим написать. Документы, естественно, есть. Вы вызывали, да? Меня вызывали, а они вызывали. Ой, сейчас суета начнется. А люди пришли в магазин, начали лезть в закрытую ветвину. Без перчаток, без маски, без санитарной книжки. А почему вы без маски, кстати? А я должен быть в маске? Да. Есть такой закон? Очень тульский закон. Или это как желательно? Да, повышенный готовность. Нет обязанности ходить в маске. Вот работник стоит без маски в магазине. Почему вы ко мне спрашиваете, а к нему нет? Он работник в магазине, а я обычный человек, который пришел в магазин. Ладно. Так, и что дальше? Что произошло? Произошел конфликт. Конфликт меняет. Только снял. Вы меняет. Из-за того, что молодой человек решил, что можно везде ходить, лазить. И мы за этим ничего не будем. Стоп, а ходить... Подождите, а что, по магазинам ходить, лазить нельзя? Не знаю, как лазить где-то, но ходить точно можно. А что, а для чего магазин? Чтобы ходить, выбирать продукты. Вытащил... Оплачу, что... Ну, лазить по полку точно. Просроченный товар, я понимаю, да? Да, естественно, это все просроченный товар, который мы нашли. Это все две тележки? Да. По холодильнику. Никакой вывески нет, что нельзя в него лазить. Вот такой же холодильник закрыт стоит. Как я могу понять, что туда можно залезть, сюда нельзя залезть? Он также открывается, вот этот холодильник. Так, а это все просроченный товар? Да. Мы купили какой-то из этого товара. Нам надо сделать опись, естественно, написать заявление. Так, претензии к друг другу. У вас по поводу того, что они ходили без массы... То, что они лезли в витрину, в которую они не должны лезть, в принципе, это рисовая витрина магазина. Да и у вас претензии по поводу... А он витрину нарушил, сломал. По поводу просрочки и по поводу того, что на нас сотрудник нападал в магазинах. Знаешь, кому понравится такое... И в Билле были. Какое поведение? То, что мы просрочку ищем у них? Ну, у нас есть, на это есть как бы полномочный орган, да, Роспотребнадзор. Почему-то уполномочные органы не работают нормально до ноября месяца. Ну, вы можете туда туда обратиться. Ну, вот мы и пишем вам заявление, чтобы вы передали его в Роспотребнадзор. Это вообще до сентября месяца просрочно. Так, товар, который вы приобрели. Сколько там вы получили? Вот, пять позиций. Раз, два, три, четыре, пять. Это суперконтинг? Да, там все. Нет, получается, нет, они то, что оплатили... У нас чек есть, да. Есть чек. Чек мы приложим, на бессильнице возьмем. Товар под расписку оставим. А, то, что вы оплатили, можете забрать. Мы, я думаю, вернут нам деньги все-таки за этот товар. Так, знаешь как, я прошу гражданина... Все, что вы оплатили, можете забрать. Опять, что мы еще представители магазина... Вот, 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 вот. А это как будет, да? Я думаю, ты распопригназов отправил. А, ну, не все, самое, по опыту, пока сюда. Ну, можно по опыту, делать осмотр. В принципе, я не знаю, осмотрим надо, но не надо. Все разы, что мы вызывали, делали осмотре место происшествия. Исследственно-оперативная группа участковая. Правильно? Ну, если вы спрашиваете, я вам подсказываю. Да, я вас спрашиваю, подсказывать нам не надо. Что вы так комитете? Нормально, общайтесь, полицейский. Алло, Артем. Слушай, это подскажет, пожалуйста, в магазине просрочка выехали. Помни, что там... Осмотр надо писать? Есть чек товара, который приобрели, оплатили просрочно. Вот, как бы его описываем. Ну, правильно, и чек, соответственно, у него есть, чек мы приобщаем. Нормально. А вот осмотр надо писать? А то другой, наверное, в гугле смотрит, ему просто рассказывает. В гугл вбил и рассказывает им инфу. Ну, и готов, на объяснение заявления. Она издумает или возвращается? Или они там решают, но с тобой деньги возвращаются. А, уточняет. А, подростки, если она ответственна, то не. А все остальное, ну, она правильная. Ну, именно-то все оплатили. Я понял. Хорошо. Вот конфликтная ситуация. Вы понимаете, надо. Это тоже нарушение мы сна. Какие права мы нарушили? Вот, как сотрудник полиции, может быть, они, как всегда, граждане, да, говорят, ну, имя у вас права снимать. А на другой стороне, я тоже человек, и конституционные права я тоже могу пользоваться. Что? Но мы же свои конституционные права можем использовать, собирать информацию свободно. Вот, например, да, я тоже не хочу. Это ваше желание или ваше требование, чтобы мы вас не снимали? Вот. Это ваше желание. Желать вы можете дома с женой. Здесь требования сотрудников полиции. А что вы меня грубите? Я вам не грублю, я просто говорю. Не скажешь, жена, вы не грубите. Ну, если вы, по-вашему, это грубость, можете тоже меня подать в суд, написать заявление. Главное. Естественно, подавайте, мы же не против. Так, бланк заявления. Протоколусного заявления. У меня руки болят, сколько собирать просрочек протоколусного заявления. Ну, вы что начинаете? Ну, кого протоколусный? Серьезно, протоколусного заявления полицейский. Вы знаете, что это такое? я знаю прекрасно я знаю что такое нужно писать заявление своей рукой объяснение с ваших слов напишу распишитесь все а полицейских протокол устного заявления вы отказываетесь принимать такой протокол устный обычный значит такой бланк отрасли вот но ищи вы сейчас начинаете провоцировать меня на конфликт какой как я просто прошу вас принять выполнить ваши законы требования вы не машете жестикулируйте ничего не вас не болят в эксперт я вижу прекрасный эксперт вы без направления поняли что у меня с руками все в порядке так а если просто не хочет писать еще есть только даже не проблема правильно что здесь такого написать полицейскому ну вы сейчас говорите меня сначала грозит на справку а причем справка я прошу протокол устного заявления я имею право попросить могу потребовать попросить вас написал у меня руки устали устали руки какие устал заявление беспомощные пожилые люди при вас которые при предоставлении справки соответственно который у нас лежачим положении находятся дома и не могут не выходить самостоятельно могут передвигаться откуда взяли эту информацию я могу посмотреть какой закон на какой закон вы опираетесь в эту закон такого нет у нас нормативно такие внутренние акты я могу воспользоваться по закону жировой низ на заявление то не могу шонга быть все если вы скажете закон какой я я неправ я загуглю извинюсь перед вами без проблем ладно у нас принципе сообщение есть вы звалили рапорт обнаружения все объяснение не хотите не я хочу заявление писать хочу протокол устного заявления основе своим гражданским правом значит будет разу на оружие когда объяснение объяснение будете давать можно вашего удостоверения объяснение будет воду можно вас что сверения еще раз говорю тоже нельзя снимать только не надо так пивадзе виталий геннадьевич до закрыли у виталий 20-го старший лейтенант полиции вижу дальше что на ваш год правильная жалоба давайте и ваши документы конечно давайте заполнять заявление я укажу все свои данные при основе документы вызывали не будете писать да да но если вы отказываете естественно я не отказываюсь я просто вам разрислил протокол устного заявления в таком случае принимается протокол если человек визуально физически здоров и вполне может такого нету но в россии с ним это в прошлых видосах по когда он говорил устное заявление все даже на борт они первые спрашивают есть выбор либо устное заявление либо письмо вот я понял правильно да и все слова вы не хотите писать заявление то у нас будет рапорт обнаружение то есть сообщение с у нас дежурной оступила мы соответственно рапорт составляем рапорт объяснится с ваших рапорт и водительская и фото паспорта есть водительская есть тут все данные указаны мы пишу заявление на протокол а настоящее копия паспорта незаверенного права вы считаете как документ вы сейчас пройдите с нами в отдел и будем основание без держания основания нет документ для проверки а причем документ я что-то нарушил чтобы документ для проверки представлять директор магазина чего не в руках до сих пор в кармане ну что он забыл своей рукой в карман пусть хочет и держит зовет его в отдел говорит покупатели ведут себя неадекватно у нас есть большое количество краж по магазинам вы можете попасть в какой-то из них для проверки могу ознакомиться с заявлением с материалами дела на котором написано ну я могу ознакомиться с заявлением ответственно у нас в отделе решили протокол задержания поедем но сейчас вы меня задерживаете я могу отказаться нормально мы просим типа просьба отказаться не может заявление написал уже есть звонок и написан звонок это звонок заявление на меня написано есть сообщение уже сообщение есть от кого могу я ознакомиться в чем конкретно мне сейчас я могу ознакомиться не в ехать неадекватно неадекватно в чем проявляется неадекватность мы будем разбираться я как бы не могу что свой товар просто купленный оставить здесь сначала нам надо закончить забрать товар с собой потом уже тогда поедем этого странная логика полицейские один заявление отказывается принимать протокол снова заявление у вас нет документа чего вдруг вы первые кому никогда не устроили водительское удостоверение не я первый это просто видимо не знают люди а по факту права не являются у нас а серьезно документ которую достоверят личность либо права свои права ли мне документ любой который и дата рождения там и что сидеть свидетельство рождения и паспорт или его или права или права серьезно умеет которым стремится вот я хочу законное основание для проверки документов есть заявление что знакомых заявлений у нас есть сообщение девушка напишет заявление вот я жду заявление и поедем все без проблем ну вот здесь заявление поедем ребята у нас загран паспорт книжечка а у нас в украине у нас сейчас паспорт наш айди карта конечно прикольно три не знаю какие сейчас у вас а у нас именно айди карта такая карточка такая айдиш на пришел наступить следующий товар детский и сока агуша 500 миллилитров со сроком годности до 26 ноября 2019 года напиток соевый all pro 200 миллилитров со сроком годности до 4 февраля 2020 года где у вас у нас в течение супер-контакт со сроком годности до 1 марта 2020 трубочки для молока со сроком со сроком годности до 1 кукурузный хлопья билла весом 375 грамм сроком годности до 21 сентября 2019 года в скобках срок годности 6 месяцев данный товар я оплатил на кассе на общую сумму 370 рублей на ноль копеек после обнаружения того что данный товар имеет просроченные сроки я позвоню в полицию для фиксации данного факта фиксации данного факта и привлечения данного магазина в котором везу из просто чистого как и сейчас на данный момент вы можете пробить не по базе документы я еще посмотрю пока вы не перевод можете доставлять нас только в случае невозможность написания протокола у вас нету документов усиливающей личность почему сотруднику полиции другом водитель косре не подошло для объяснения потому что тут не будет лифицировано я про вашего коллегу до дачи объяснение а мы дачи объяснение а для выяснения вашей личности нужно паспорт целиком может статью на который вы ссылаетесь вот я смотрю я помню когда нас останавливали на улице полицейские просто проверка была и мы говорим типа паспорт паспорт дали они говорят что вы можете просто дать нам номер айди все то есть паспорт не обязательно носить они сами нам сказали дайте айди мы проверим и все писано только если нет возможности написать заявление на месте тут написано в клап рф до я и прочитал то что статью club вот полицейском кола который написал что вставлять нет если услышал законную причину нет у вас нет документу стоит на такой закон вот я открываю статью club 27 . нет конечно можно ваш лейтенант полиции петрушев владимир александрович до 29 января 2025 года сейчас мы сейчас разберем с нашим товаром она деньги вернуть за товар который мы сейчас берете из того который оплачен у вас есть да естественно вы уже особо не отдать позиции они просрочены которые они пульска из магазина разбираются до возвращают деньги да и поют что вы такой нервный полицейский в общем руки трясутся у меня повышаете голос никто вам не грубит ничего не я буду прошать его вас это грубость по вашему странного понятия грубости я просто вашу закон основе остальные любите вы мне нажать не можете для доставления с нами проехать нет я гури не от вас вы меня слышите я уже 10 говорим что доставление но закон основа я хочу услышать клапана доставление там написано что случае есть невозможно стоять протокол на месте проехать нет еще раз говорю меня слышите какого телефон доверия скажите я позвоню точную информацию я здесь хочу узнать вам сложно сказать я спрашиваю вот такие у нас наглые грубые в сотрудники полиции директор вы скажите наверно эти деньги за просроченный товар который мы купили по гарантии на раме эти который просроченный вот мы купатели нашли просрочен товар вас они же свой товар забрали они же нам отдали этот просроченный товар поэтому и нашли уже мы пришли в разное время девушка и они ушли уже давно давно свежий так возврат сначала давайте сделаем вопрос у вас на сайте написано что без маркировки товар меняете когда она изготовлена скажите у нас есть вырезанные то есть корешочки когда это а здесь что печать не ставите на каком товаре то есть стоит печать на каком-то нет в чем разница на каком то есть голубая печать за то изготовление здесь нет то есть вы уже никак не докажет что этот корешочек от этого мяса а если было печать бы то одна мне одна девушка согласилась мы вместе но по отдельности нашли товар нет вы были вместе девушка снимала вы понимаете я не против я согласна что как мы признаем свою ошибку до просроченные товары но совесть имейте поймите когда ваша девушка руками вот ей в совести надо вызывать было когда рабочую не развернув свою которая работает в магазине это как бы если бы вот но реально я не стараюсь иметь это как не могу ручаться за них ничего не портит на правду извиняюсь люди эмоциональные они мне нет нельзя это держать захватку сейчас я с ним варен вы берите потом а я все смотрите на нее как она на него смотрит какая она добра ебать что все не за что считаю вы на нас напали и оскорблять начали первое вы подошли говорить не права вы тоже были немного не прав нет пост нужен примирительный секс и вашей реакции только не согласен что я был неправ после вашей реакции только началось если бы на спокойно бы сказали мы вообще никаких проблем мне было потому что нас это не положено я признаю что я не права ну а дашь на лошадь ляпика чё за ляпик ляпик в чате есть это все тухляк наталья выскажите нам будут менять мясо или нет нет они хочет вы поймите что здесь должна быть дата изготовления по техническим у меня есть технический ламе таможенного союза 022 2011 программа меркурий который контролирует мясо хорошо за миг галактическая а компания плутон который контролирует рыбу они хорошо хорошо на которых и хорошо без проблем вы можете доказать что вот это вот от этого как вот я вам говорю вот сегодня резало мясо сегодня как можно что вот это мясо вот это этикетка соотносится то есть вот этикетка то мясо успокойся здесь должна быть дата изготовления чтобы сравнить мог и удостоверяется что свежая по техническому регламенту видео интернет технический граждан союза 022 2011 если вы сравниваете на со спарами со всеми делами кто да у них крупными кусками у них под лотками лежит вся какая вся информация в данный момент у нас лотки это роспотребница мы их собираем как каждый день как от каждого куска даже сколько бы я мне резал сегодня за за целый день я собираю эти вот и при при когда приходит роспотребнадзор он у меня проверяет он проверяет все он проверяет мил соответствие вот это вместе с сертификатом видимо плохо я здесь не дата изготовления и права сейчас обсуждать роспотребнадзор как-то плохо или неплохо нет не надо здесь должна быть соотноситься дата чтобы я мог проверить здесь я по техническому даритом союза 412 там должна быть дата изготовления если покупать товар в отсутствие я просто я не думаю что сколько товара на полке постоянно поставлено столько мяса я не думаю что столько его покупают помню были времена идем мы с мамой на рынок покупаем мясо свежие то свежие покупали у постоянной продавщицы мясо и нормально не наебывал и все все было как свежие мясо и никто не срал потребители согласитесь я покажу вам закон конкретно технических вами здесь стояла какая-нибудь печать дата изготовления конечно какие парашники ребят вы чего тогда только рынки и магазины были туда супермаркета даже не было мы ходили маленькие еще я думаю что это строится такое большое а потом это супермаркет было лет десять конечно тогда не было супермаркет все времена не был не было ни супермаркетов не всяких tick tock of instagram были youtube были просто рынки обычные рынки всякие и все и больше чего не было и магазинчики от чего я должна ее я могу вам поставить как на сыра а вот смотрите если здесь поставить дата изготовления много нет не качал это дата изготовления где на фирме это было а как мы такую же дару на туда поставим печать на сыр его стоит были универмаги и так далее но не было таких масштабов как сейчас ребят кэша было печать на колбасе стоит вообще сюда такой печать не поставить голубую вы также просто никому меркурий когда знаю да знаю знаете какие вопросы возьмите себе на мне нужно зачем а как бы продавать этот кусок без этой аннотации как как бы мне а вы думаете что у меня я один кусок соль за ним порезала я бы что здесь должна быть от изготовления таких листочков просто смешно что вы не знаю закон не знаю технических элементов начинаете спорить что вы не знаете я могу сейчас на показать этих значит регламент не знаете вы тут и все летучие струйте давайте я вам покажу да что он убегает кажут что толку общаться с ней сотрудники некомпетент немного в данном вопросе а ты скажешь что споришь если не знаешь зачем ты споришь если не знаешь не спорю что ты спорить начал что здесь не может быть тогда ты ну как она будет на любви ну как у вас на сыре есть такая ждата изготовления печать стоит как она есть на этикетке на вашей на колбасе у них отдельный как бы идет одни там нарезать другие там как такую печать можно там ведь просто стать не знаю так нам ляпика покажут или нет был только разговор за ляпика а ляпика не покажут не понял на ёпт почему у них там у меня что если я уже вижу но ты спорить то начал с нами поэтому я спрашиваю все объяснять все как они отсюда эту дату перенесут туда ты вот эта дата которая тут должна быть там правильно печатью должны перенесить должны печатать дату с этого смотри зайди в перекресток посмотри на сыр на колбасу там будет отдельно изготовлена отдельно упаковано а здесь нет отдельно изготовлено вот так и должно быть просто видимо их уже привлекли вас еще не привлекали поэтому и такая ситуация рост потребного еще не замечает с сыром да да ну а с мясом не было так это одно и то же все маркировка это одинаково должна на всем упакованным продукциям все подождите секунду поехали что же такой злой то не хотите чтобы я задал просто ключи девушки все везут его теперь увезли поехали нормально у меня тоже время вы находитесь на режимном объекте почему вы на телефоне вы находитесь на режимном объекте не теле фотосъемки не видим фиксации незачем я могу зафиксировать я узнал закон даже сказать давайте как я могу знать что ты же на объект это отдел полиции на нем написано ходе полиции и что где здесь пропускной контроль паспорт у меня спросили документы лежит свой телефон на эту я еще спрашиваю как я могу знать режимный объект там полиция написано ходе и как я могу узнать чем полиция я слышал начала быть очень люблю и что это его право ну любит лапа на лошади что любит трогать еще есть такого каждого свой выбор я это теперь он приставание в магазине если я слышал есть видеозапись которая видно все счет что я не знаю я не знаю как это судьи выпитут серьезно приставание в магазине заявление и объяснение граждан составляет административный протокол а дальше вы разбираетесь мне суд завтра будет блин жалко что бы не получилось все снять друзья друзья 11 утра меня наконец-то отпустили что я хочу сказать выписали мне постановление на 500 рублей естественно это постановление я буду обжаловать также на сотрудник которые меня задержали будет жалоба обязательно будет заявление в суд на сотрудников магазина которые совершили ложный донос оклеветали меня сказав что я матерился бросался на них кидался и так далее вы видели что такого не было и я знаю что такого не было но сотрудники решили меня клеветать решили что они могут безнаказанно говорить все что угодно им за это ничего не будет нет мы подадим обязательно на них суд что хочу сказать по сотрудник который меня задержал делаю вывод исключительно из общения с ним и с его коллегами еще даже его обижали в детстве чемыри ли он обижен на жизнь его плохо все жизни вот так не надо он пошел в полицию чтобы вот получить пистолет права получить какие-то определенные и отыгрываться на гражданах смешная ситуация рассказываю вчера вечером он решил под своего такого закосить подходит да вот я за тебя да я против тебя ничего не имею уже без камеры ты пойми суды не любят блогеров судьи в любом случае все будут за магазин тебя ни один судья не будет не понял видимо он не любит блогеров чему это и стоп утром он приходит и спрашивает ну а что ты видел это удалишь видать все ж таки понимаешь что что-то он не так делает я говорю нет конечно и после этого а при чем тут блогеры или просто факты обычные и все почему-то такой недовольный мордой тебе быть жило в этом районе но да ладно друзья хорошо сирена уверен восстановлением обжалуем ее доказательства у меня есть свидетели есть главное для меня сейчас это привлечь наглых барыг которые еще и совершили ложный донос к ответственности чтобы им просто так то с рук не сошло а на этом у меня все друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал колокольчик ложить они его держали получается до 11 часов до 11 утра держали его а что они там делали до 11 утра не понял